Ровкий флаг на землю! Ровкий флаг на землю! Крой! Отечество! Вера! Ровкий флаг на землю! Банды и 282! Банды и 282! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Слава России! Слава России! Казахстан как государство вообще никогда не существовало исторически. Покажите мне Казахстан на карте Российской империи, где он был. Не было такого государства Казахстана никогда. Большевики создали искусственную Украину, Казахстан и все остальные. Заложили ту бомбу, которую мы сегодня расхлебали. Русские, украинцы, белорусы, вот если с этого начать, то это даже не братские народы, это просто единый русский народ, это живой организм. Что же касается самих названий украинцы, белорусы, русские, ну это названия сходные, как мы бы сказали, тулики, орловцы, москвичи, это скорее констатация места жительства. Я еще раз говорю, что это единый русский народ. Что касается территорий, то да, и Северная, и Казахстан, и Украина, и Белоруссия, это искомно русские территории, осваиваемые русскими казаками, русскими переселенцами. Это действительно исторически так. И вообще, если уж касаемо казахов, ну если внимательно подсчитать, то и такой нации-то не было, это Владимир Ильич придумал. Впрочем, как и азербайджанцы, это персы, тюрки. Это нации, придуманные Владимир Ильичом. У казахов даже письменности не было, в общем-то, для советской власти. У избеки, таджики, да, это древнейшие народы. Скажем, известно, что таджики — это граница империи Александра Македонского. Это древнейшие народы со своей культурой. А Казахстан — это область степей, освоимая русскими казахами. Особенно район Сильопалатинска, другие районы. Это действительно русские земли, и я думаю, что рано или поздно, но Господь все-таки соберет эти земли воедино. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова